Вот эта инициатива, значит, обсудить некоторые наши затянувшиеся упражнения, в частности с гератроном, вот, но кроме вот этой инициативы этого центра, ну, есть еще и другие причины для нашего собрания. И вот здесь, а, вот он, специалист по женским вопросам, Макс Глазович Той, он всегда говорит, что везде нужно искать женщину, шершер и фан, шершер и фан, вот так вот. И, значит, действительно, действительно, насчет женщин, значит, тут мы написали в прошлом году вот некую такую обзорную статью, в авторах там Григорий Начинович, который в настоящее время в Вашингтоне, Мамфред Тул, который в Карл Сруэ, ну, и вот Ваш покорный слуга. Вот. И Владимир Владимирович приходит и говорит, а, кстати, кстати, говорит, медаль я нашел для Инессы Михайловны Орловой. Медаль. Нашел медаль. Я говорю, очень кстати, очень кстати, мы эту медаль на нее навесим, когда будем помещать 50-летие гератрона. Да, а, кстати, название, вот этому, значит, придумала американка, Эдит Боури, Эдит Боури, который у Мамфред Тула лет 10 работал, вот это его название. Так что, еще, значит, что еще думал. Значит, здесь скрыта американка в названии, значит, дальше, вот, первый гератрон, вот, значит, он вот здесь же еще вот на этой кружке, вот здесь изображен, кто видит на кружке, и он, значит, вот здесь, и вот этот гератрон включил, вот, в первом мире гератрон, включенный в нашу микровую Орловую. И тут вдруг появляется еще одна, третья женщина, а конкретно Светлана Кашевая, она бывшая киевлянка, 20 лет живет в Мексике, она прочитала вот этот наш обзор, и пишет мне по-русски, но в латинской буквы ложь, ложь, ложь. То есть, она нам вклеила плагиат, вот автором, значит, значит, вы соворовали идеи, вот, из Киева, да, так что вот надо, значит, разбираться. Встречался. Да. Встречался. Я был вынужден признать, что мы действительно туда сослались. Ну, на некоторые такие мистические работы выполнены руководством Григория Науныча Рокопорта, действительно, не сослали. Но я думаю, что в следующий раз Светлана сошнемся, в общем, мы с ней в концерте договорились обо всем, рассказали, остаемся друзьями, будем переписываться с ней, с Светланой Кашевой. Вот. Но как раз на прошлой неделе, на прошлой неделе Миша Гулянин приносит мне статью относительно свежую того же самого Григория Науныча про Рокопорта, где он первые 10 ссылок в этой статье про историю скалокромного резонанса, и первые 10 ссылок опять прокиют. Вот. Вот такое путанное дело с этой гератроникой. Не говорю же о том, что вообще за рубежом, за рубежом, они все производят от Юргена Шнайдера, от его статьи 59-го года. Вот. И поэтому из патриотических соображений мы решили с Александром Санычем начать с межгородской истории. Александр Сергеевич Кухнин в 1891 году застрял у нас здесь в Болтине. Был холерный год. И значит с ним приключил в Болтинскую осень. Как известно, в Болтинскую осень. И он насочинял кучу всяких прелестных штучек, включая сказку «Попия работники о Болде». И вот там в заключительном этапе этой сказки Болда крутит веревки в водоеме и из этих исчерстей оброк в пользу этого Попа добывает. Очень получительная картинка с точки зрения обоснования нашего приоритета в Межгородском. тело вращающееся в среде порождает волны. Ну и после этого ничего удивительного, что Томпсон открывает электрон и буквально на следующий год легенар говорит, что электрон вращающийся в магнитном поле это то же самое, что у Болды. Меревка обязана порождать электромагнитные волны. Вот. Вот так. Ну а дальше немножко погодя прошло четверть лета. Значит, ну на самом деле здесь написано жальчик, на самом деле еще я понял что такое ягин немножко погодя. Они практически первые увидели стимулированные статронные излучения. Вот. И вот как раз на эту тему Александр Александрович Ангронов сейчас нам и значит расскажет про историю от первого фактически мазерно-циклотронного резонанса до гератрона. Вот. Пошел, давай. Не надо, я такой рекомендую, Николай. Да. Вот такой рекомендую. А, ну, мы сейчас нарисуем. Ну, понимаете, так, вот значит, я не знаю, мне петельно очень мало времени, поэтому я буду торопиться, может, не сказать, вот, мне тут рассказали, что отцемовичи в комендарии сказали, что в СССР не реформировали структуру церковь и академия, но вот все-таки оказалось, что академия тоже реформирована. Ну, вот, про вечную жизнь может, знает кто. Значит, так, на что надо нажимать. Вот, значит, вот здесь такая книжка Таунса, как случился Лазер, и вот название, которое я хочу, How would Terratron happen? Почему в СССР, вот я хочу рассказать, почему в СССР это произошло, а не где-то в другом месте? И вот конструктивная интерференция, вот целой кучи наук, которая была тогда в Нерфи, и это вот в Нерфи, да, и еще плюс удача, вот Антаковым, сейчас я об этом расскажу, был наблюден усиление нациклотронном резонансе, но необъясненным, и это стимулировало работу. Вот, к сожалению, действительно, 50-летие не отмечалось, не отмечалось, это вообще, ну, все бы флаги к нам приехали, безусловно, со всего мира. Есть много причин, почему этого нет. не отмечалось, вот это, когда это все началось, это было время, ну, оттепили, вот, вообще, как бы, ну, мне кажется, больше это из-за того, что я, в частности, был молодой, но страна была на подъеме, ну, какое-то это, вообще работать было, работали не за деньги. Ну вот, Мерфи, да? Вот, Мария Сихоновна Грехова, вот это отделы Мерфи, которые были, значит, она Магмитронщик, вообще, выдающийся организатор науки, где принадлежит, она вообще, как бы, не крупный ученый, как бы, но, как, вот, мой отец, говорил, что у нее есть нюх, у Мария Сихоновна есть нюх, а еще, вот, ее организаторский талант заключался в том, опять же, слова отца, что она умела вылезать в сердце начальства и сворачиваться там талачком, и благодаря этому, значит, вот, она, ну, создала, участвовала в создании трех вещей, которые в той или иной форме живут до сих пор, это радиофак, Нерфи и Салют, вот, и вот, значит, магнетронщик, и до войны она занималась магнетроном, но вот магнетрон, вообще, самая большая тайна второй мировой войны, и тут можно отдельный разговор про то, что было с магнетроном в СССР, и вот, значит, сейчас я приведу, значит, она предложила Антокову, Игорь Ивановичу, в 54-м году заняться магнетронным усилителем, вот, тут плохо нарисовано, это вот, скрещенные поля, вот, значит, траховетальный пучок летит, вот, значит, входит СВЧ, выходит, и он, Антоков, наблюдал усиление, это вот жачка, о котором говорил, Петелин, что тут вот, значит, из-за отбора, значит, эта штука предполагалась, что будет работать как магнетрон, из-за отбора, из-за того, что те электроны, которые не отдают энергию СВЧ поля, они садятся вот сюда, и выбывают из-за отбора. Игорь Иванович, значит, вот, сделал такую штуку, и увидел усиление. Вот, его записка, вот, это Игорь Иванович, вот, рукописная, значит, я, пожалуйста, прочитаю, значит, это было очень давно, я могу ошибиться, ошибиться в даках, Янтоков начал свое, значит, деятельность в гифте и в феврале 51-го года в отдельной экранке СВЧ Багнастих, ну, значит, она после приезда в Горький занялась магнетронными системами. В 54-м году по ее по ее предложению значит, я начал работу по исследованию магнетронного усилителя, но, значит, ввиду технологических проблем, работа не была осуществлена, но обнаруживался усиление в условиях, когда нет отбора, я так скажу. И, ну, вот, Нюхмаре Тихоновне сработал, что в этом надо разобраться, и она привлекла к этому делу тогда молодого доктора наука Андрея Викторовича. Вот. Эта работа была продолжена в Невси еще. энергии, и вот с этого, как сказать, все началось. Значит, вот Андрей Викторович, не очень молодой, значит, он начал развивать теорию того, что тут может быть, использовав нереативистское продвижение, поскольку у Антакова были низкие энергии. И был открыт новый механизм усиления за счет продольных вдоль магнитного поля группировка. Теперь, я представляю другую линию, можно сказать, солнечную. Я ученик Виктория Лазаревича и Владимира Васильевича. И вот Викторий Лазаревич молодой здесь. Значит, вот он во время войны занимался анасферой, ну, как он пишет, чтобы помочь родине. После войны занялся по предложению Куполексе радиозвучением Солнца, ну, равномесным и спорадическим. И вот они с Владимом Васильевичем написали статью о неустойчивости пучков безмагнитного коля к солнечной коробке. Владимир Васильевич говорил, что это знаменитая работа. Вот. А кстати написано, что будет учиться на магнитное поле этим занялся Владимир Васильевич. Вот Владимир Васильевич. Не очень молодой. Да? Значит, в первой работе он рассматривал пучок без ну, не винтовой пучок. А в следующей работе предложили под влиянием работы Андрея Викторовича по значит винтовому пучку. Вот он смотрел эту задачу учтя все ирлитивизм. Ну, для коллекции. Ну, а потом на солнце больше энергии бывает. выяснилось, что нералитивистский расчет даже приспорил в одном малой энергии не работает. Для быстрых вулк. и тут все закрутилось стало ясно, что надо учитывать релитивизм, что у Антакова именно релитивистский эффект играет роль. И вот значит вот это перерисована антаковская работа, когда в скрещенных полях значит в трахоиде значит летит электронный пучок СВЧ усиление и кроме того запускался и вулновод винтовой пучок. Ну вот это направление развивалось кажется было достигнуть 1 кВт если не больше излучения а вот с этим пучком было плохо насколько я знаю наблюдал столько уменьшения поглощения вулновод. И в какой-то момент Андрей Викторович обратился к Петелину ну может быть все-таки с винтовым пучком что-то можно сделать вот и а тут появился Аркадий Григорьевич Беклендер он отслуживший на заводе Ленина пришел в Стерантуру. И вместо того чтобы заниматься лазерами на свободных электронах они вот стали думать как все-таки вот потому что Антоковская схема не позволяла давать большие токи нужно очень большое поле и эта система пробивалась а здесь казалось можно любую энергию на западе значит западные люди ссылаются во-первых на Твиса который тоже занимался физикой солнца потом были экспериментальные работы то ли паттала то ли панттала который тоже в волноводье пускал винтовой пучок и тоже очень малая но вот очень важная работа которую я люблю говорить что геотронщики чужих работ не читают они пишут а чужих работ они не читают это вот работа в 59 году всего один листочек где квантовым методом мегалитивистского электрона посчитана значит линия усиления ну это фактически то что вот после работы Владимира Васильевича Андрей Левисович Габунов раззнакомил полностью ну вот почему-то ну вот на западе ссылаются на Твис или на Шнайбер значит одно слово о науке значит в реликвидистском электроне спектр не эквидистанция вот на квантовом языке и поэтому если раскрученный пучок то переход вниз на одной частоте а вверх на другой более низкий вот получается такая линия усиление тут поглощение а на более значит в торопких волнах на высоких частотах и собственно говоря значит что получается вот есть эффект доплера движение вдоль магнитного поля гнеет частоты поэтому когда в электронном пучке есть разбор с пропротонным скоростям а это не не устранимо то как бы линия ерзает по всей этой штуке и получить усиление сложно а в скрещенных полях где эффекта доплера нет можно вот прямо вот здесь работать ну и значит ну вот как я понимаю Петерли Гогенберг сообразил что надо просто убрать этот самый эффект доплера а как убрать эффект доплера надо 28 лет сделать равным нулю а как его сделать равным нулю надо пускать волнук поперед магнитного поля вот совсем юный Михаил Иванович вот не совсем юный Аркадий Гудович и вот значит их первый холодный значит резонанс вот тут пришло значит соединение еще с электродинамикой значит нужно вот благодаря Сучкину Володь да Сучкин придумал что критическая волна отражается почти на 100% от открытого конца вот вот в моей системе это что-то так что это придумал Сучкин а потом Лефольд Бергович это а увидел Вайнштейн увидел эффект отражение Вайнштейн сделался еще до Сучкина до Сучкина до Сучкина в Вайнштейне это было он всылал с Нифракши на открытом конце волноводки 21 год ну вот смотрите был сделан вот такой холодный ну вот это волновод связи вот это резонанс у него открыт конец волна почти критическая берет пузырек магнитное поле танк доплера нет а кроме того может быть очень большая добротность ну вот собственно потом в эту штуку пустили значит винтовой электронный учет и все заработало и вот с тех пор стало развиваться вот такая история что у меня тут еще вот может быть это так в качестве забавной истории когда там которого я показывал вначале сделал первый маток у него все было то же самое у него был источник резонанс и вылетали молекулы ему тоже надо было убрать доплера поэтому волна бегала поперед и вот как написано в него книжке была проблема если молекул много то дырка открыта они боялись что при этом добротность резонатора упадет хотя здесь такая же ситуация как гератронного резонанса и была маленькая дырка они никак не получали генерации а потом гордон просверлил эту увеличивую дыну и тут же все заработало поэтому наука единая вот вот такая история вот то что я хотел вам сказать спасибо а дальше в петелье а подожди сейчас 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 значит вот это вот еще это вот гератронная команда значит это Андрей Викторович он довольно молодой Елпатов Петелин и Валерий Александрович дальше я еще но это не буду вот Валерий Александрович которые когда была вот Петелина рассказывала они с Елпатовым когда придумывали в каток ругались работает или не работает это не будет работать я говорю ну а что нафиг я просто сделаю и все сейчас это не воврази сделать что-то вот так быстро и через неделю он не сделал а он сработал жизнь была другая спасибо спасибо ну Александр Александрович очень хорошо рассказал все вообще историю начало стимулированного скалтронового излучения до гератрона вот и показал людей включая меня которые получили государственные премии но что все вносить что госпремию нам выдали нелегально неправильно премии нужно давать только после того как она получила международное признание международное признание а дело было на самом деле так мы получили госпремию в 67 году в 67 году а первая ссылка на наше письмо в жертву опубликованное в 65 году первая ссылка появилась в 71 году от кульки причем кульки заслался сквозь зубы на нас все-то они там похоже набрали вот то есть мы уже получили госпремию а международного признания нельзя давать госпремию без международного признания категорично вот а когда вот эту историю начинают рассказывать рассказывать на западе Александр Александрович значит он сказал про западный закон стационарная среда ничего кроме статических полей сама в себе не создает но если она неравновесная если там инверсия нецеленности то она может усиливать волну значит пожалуйста значит берете атомы запрашиваете их на высокий уровень подаете затравочное излучение подаете затравочное излучение частоте перехода и из одного кванта из одного фотона появляется целых два и дальше начинается цепная реакция как в атомной бобе но только в атомной бобе размножаются нейтроны а здесь размножаются фотоны цепная реакция размножения фотонов в инвертируемой среде значит microwave amplification by stimulate admission coordination лазер microwave amplification by stimulate limitation trade если вместо microwave мы поставим лазер свет будет light amplification by stimulate admission radiation лазер получится получится лазер кому что надо лазер пожалуйста только нужно инвертировать среду инвертировать В качестве среды электроны крутятся вокруг ядра, а не все равно, а пусть эти электроны крутятся вокруг магнитного поля. То же самое, дискретный спектр энергии Вандау в 1921-1922 году проквантовал электрон в магнитном поле. И все это свелось к линейному стиллятору, электрон в магнитном поле эквиваленте, грузику на веревочке, проквантовал, нашел спектр собственных энергий, расстояние между уровнями, постоянные планки, намноженные на скелатронную частоту. Спектр экодистантный, то есть расстояние между меня, соседними ступеньками, как раз постоянные планки на скелатронную частоту. Вот, все хорошо, значит нужно подать сюда, сюда нужно подать отравочное излучение, вот электрон будет прыгать ступеньки на ступеньку, и получится стимулированное скелатронное излучение. Все очень хорошо, но есть некоторые осложнения, осложнения связанные с тем, что раз это линейный стиллятор, длинок, скажем, как он видит, Вандау влившится, смотрим вероятность перехода между уровнями, и оказывается, что чем выше заброшенного энергии, тем больше вероятность перехода. Но вероятность перехода на более высокий уровень выше, чем на нижний. Чуть-чуть, здесь стоит, может быть, совершенно бешеная величина, N, номер уровня, миллионный уровень. Значит, с вероятностью миллион электрон прыгает сверху вниз, и с вероятностью миллион плюс один, он прыгает снизу вверх. Поглощение. Вот тяна. Вот тяна. Значит, зря старались, запрашивали электронный усор кьюрин, и, несмотря на это, подаем на такую инвертированную среду, моноэнергетическую, подаем затравочное излучение, она поглощает это всегда. Поглощает вместо того, чтобы усилить. Поглощает. Ну, значит, а дальше, значит, нашлись, значит, всякие там люди, теоретики экспериментаторы, которые нашли кучу всяких способов, как с этой проблемой побороть. Первое, это то, о чем рассказал Александр Александрович, это что нужно сделать? Надо, чтобы время жизни электрона на высшем моноэнергетическом уровне было меньше, чем на нижнем. Надо, чтобы время жизни падало с ростом энергии. Тогда все хорошо, тогда в среднем электроны посвитиваются сверху вниз, и будут стимулированы излучения. Первый метод сделали, значит, Александр Александрович сошелся, первый метод сделали жачек и ядер в начале 20-х годов. Очень просто. Они запустили электроны в резистенте, в резистенте. И как только электрон начинает растуяться, он начинает в санку высаживаться. А если он начинает скручиваться, то в течение большого количества экскавтронных периодов этот электрон будет отдавать свою энергию. Подбор неправильно фазных электронов, подбор неправильно фазных электронов, это точно занимались в 30-е, 40-е годы, в том числе и в Дефтиище, и в Нюрфи. Правда, лучше все получалось в окрестностях революционных праздников. Почему? Потому что если очень хорошо ассистировать систему, то очень долго эти электроны находятся там, и сначала они начинают энергию отдавать поле, а потом начинают забирать. Нужно вовремя их вывести. Поэтому, когда у механиков после революционных праздников дрожат руки, мы носили перекоски, и в результате хорошо работали. Вот эти вот отборные, на отборном механизме хорошо работали приборы. Но после этого вот это дело подсудился Игорь Иванович Энтерков, и он уже стал инжектировать эти тропедальные электронные пучки волнобудле, и начал получать хороший результат. Значит, что касается отборного механизма, что касается механизма, связанных с тем, чтобы снижать жизнь электронов, которые поглощают энергию, значит, первое, это сделали Жаржин и Яге. А потом, спустя какое-то время, тот же самый механизм реализовал наш друг, Джей Хёршкофф, он что сделал? Он взял, тоже раскрутил электроны, эти электроны, у него находились столкновительные плазмы, причем в плохой плазме. У него, как ибо, было данное столкновение с нейтралами, а Эй, сегодня никакое дело не пройдет, с нейтралами. Значит, нейтралов то же самое, что стенка. Нейтрал, нейтральный, это то же самое, что стенка, опять-таки, чем больше энергоэлектронов, тем чаще не сталкивается с нейтралами. Вот, пожалуйста, значит, это еще один механизм, который исторически следует за механизмом Жаржин и Яге. Дальше, вот, Александр Жянович об этом не упомянул, но, на самом деле, я не буду, термология немножко нарушена, но японцы сказали, Есть еще один механизм, обеспечить преподавание стимулированное излучение над поглощением. Механизм такой, нужно сделать поперечно-недородное высокочастотное поле. Поперечно-недородное высокочастотное поле. Но, не просто, значит, нужно специально, можно же, синтезировать поперечную структуру, специально, специальные поперечные инородные поле. Вот, значит, они изобрели японцы, пенеотрон, пенеотрон, и сделали его, и сравнительно недавно этим делом занимались японцы у нас в Саратове, пенеотрон, пенеотрон. Значит, мазероскопатронная резонанса, поперечная неоднородная специально синтезированная высокочастотная электрическая поле, пенеотрон. И одновременно, значит, модерей Викторович Гатронов, полеет на Саратове, но, действительно, в те же самые годы независимо, они тот же самый механизм описали и опубликовали поперечную неоднородную высокочастотную электрическую поле. Дальше, вот последняя строчка, она вообще, вообще 47-й год, Виталия Владимировича, Александр Александровича показывал фотографии Виталия Владимировича Генсбурга, и они вместе с Ильей Михайловичем Франком в 47-м году опубликовали механизм, который называется «Аномальный эффект доктора». Вообще прекрасный механизм, прекрасный, дающийся механизм. Красота, красота. Значит, сильно замедленная волна и переход на минус первой циклотронной гармонии. На минус первой. Вообще замечательный механизм. Электронный замедленный и при этом еще и раскручивается. А энергия электрона, полная энергия электрона переходит на замедленный. Ну, красота. Ну, красота. Единственный эффект, что нужно сильно замедлить волну, и это ограничивает класс электродинамических структур, где это может быть применено. Ну, так это и осталось на бумаге, но если кто-нибудь захочет, можно написать диссертацию на эту тему. Вот. Хорошо. Дальше. Можно, значит, однородное высокочастотное поле, однородное магнитное поле. Тут получается, значит, получается сложности. Ну, так давайте сделаем неоднородное магнитное поле. Ноднородное магнитное поле тоже помогает. Ну, конечно, тоже нужно синтезировать это. Ноднородное статическое поле. Нужно специально синтезировать. И такой Александр Кулин из Воронежа, он это сделал в беречье «Недородное поле». И тоже рассчитал такой усилитель, генератор. Ну, опять-таки, все очень красиво. Единственный эффект, что, значит, сложновато. И так это дело не осталось на бумаге. Вот так и осталось на бумаге. Вот поперечные дороги, вот эти поли. А, кстати, Джей Хершкофф в подачи новосибирцев, значит, новосибирский какой-то корректор, предложил продольно неоднородное магнитное поле, продольно-однородное магнитное поле, и изобрели так называемый Магникон. Магникон. И Джей Хершкофф до сих пор, значит, ОМИГ и Киевского университета, они это делают. То есть есть много, много разных вариантов, как обеспечить преобладание струбирования излучения над резонансным воплощением. Много. А самый последний, самый последний вариант, все-таки, на котором мы сосредоточился Александр Александрович, это элитивистский эффект. Элитивистский эффект, элитивистский эффект. И здесь, значит, у меня написано два автора, на которых Александр Александрович сошлался. Это Йорген Шнайдер и Владимир Васильевич Железняков. Ну, западные люди. Значит, я сейчас с западной точки зрения буду выступать. Считайте меня иностранным агентом. Я иностранный агент. И вот как иностранный агент, значит, я подал эту идею, воспроизвожу вслед за Шнайдером. Статья 59-го года Физера Флэперса. Значит, он что говорит? Поскольку спотронная частота является функцией энергии скорости, то вот эта лестница Ландауна, она не экридистантна. Не экридистант. Расстояние между соседними уровня распространяется по мере того, как увеличивается энергия электронов. Этим можно воспользоваться. Тут уже можно сделать, как обычно, в Лазаре-Мазаре, про спектр, а не экридистант. И вот эта вот картинка, она у нас общая с Александром Александром Александровичем. Он воспроизвел вот эту картинку. Ну, единственное, что, значит, какая здесь есть тонкость, в которой разные, там, будут, мы шумали, что, мол, энергии, о которых шла речь в эксперименте, ну, полтора-два, может, десятка киловольт всего, энергии небольшие, и не экридистантность, не экридистантность, уровень очень маленькая. Ну, а Шнайдер говорит, ну, так мы можем обузить эти линии, заставить электрома путешествовать в большой системе. Линию поглощения можно опустить в увеличение жизни. Вот. И вот это вот, такая вот картинка. Такая картинка, она, значит, вот, фактически заимствована у Йоргена Шнайдера. Вот. Дальше, в принципе, можно даже сообразить, что это, может быть, генератор достаточно высоким процентом полезных действий. Ну, у Йоргена Шнайдера это нет, но на самом деле более-менее понятно. Значит, у Йоргена, вот, переходим между соседними уровнями. А на самом деле, на самом деле, надо спустить электрома вниз по всей, по всей лестнице. А лестница, по которой, лестница Ландау, она не эквилистанта. Не то, что Чкаловская лестница, не то, что Чкаловская лестница. Чкаловская лестница, она эквилистанта. А надо, значит, а с учетом элитивизма, исключительно элитивизма, то чем ниже энергия, тем больше высота ступенек. Вот. Ну, значит, вот, тут можно сообразить, каким образом расположить спектр, как расположить спектр силы, действующей электронно относительно холодной и горящей циклатронных частот, как расположить. И из этих соображений, из этих соображений, ну, извиняется, на самом деле, все не так. Вот. Надо сделать так. Это вот опять-таки, ну, след за Шнайдером. В данном случае, след за Шнайдером, значит, чем меньше энергия электрона, тем длиннее должна быть система. Тем больше должно быть количество оборотов, которые делают дневоэлектронный пещок и электродинамические структы. Чем меньше вращательная энергия, тем длиннее должна быть система. И все будет в порядке. Все будет в порядке электрона по этой лестнице, значит, столкнем их и спустим их до самого низа. Вот. Расстройка циклатронного резонанса. Тоже понятно, какая частота поля, монохроматического поля, которое есть в этой структуре. Частота должна быть слегка больше, чем исходная циклатронная частота. Вот. Тоже понятно. Ну, а оптимальная величина поля, она из закона скорой энергии, значит, работа, это школьная форма. Энергия равна силе на путь. В школе у нас так очень. Работа, да. Сила. Ну, уже чтобы эта работа была равна исходной энергии. Все в порядке. Ну, подход немножко эклиптический, значит, первыми строчками планки мы видим. Классический. Ну, все в порядке. Где, значит, такой прибор вам будет загрузком? Пару десятков КПД. Не нужно ничего, которая будет этих формул для того, чтобы сделать прибор с высоким эффективным полезным действием. Вот так прослуждали наши западные друзья. Ладно. Ну, у нас был подход немножко другой. Он фактически, если хотите, вслед за Владимиру Васильевичем, Валерию Константиновичу Упатову и Андрею Викторовичу. Значит, он все это делал классически. У меня был один электрон, который вращался в магнитное поле, он действовал в высокочастотное поле. Вот это здесь, в этом месте, значит, вот это магнитное поле, электронное вращается, высокочастотное поле вращается вместе с ними. И здесь можно все посчитать чисто классически, но только нужно усоединять по всем электронам. Усоединение по начальной фазе электронов относительно высокочастотного поля. И, значит, все это дело делалось. И вот это вот уравнение Елупатова, я их всегда студентам показываю каждый год, уравнение Елупатова, которое выведено им в 59-м году, в 60-м году в Харькове. Значит, мы вместе были на конференции, на союзной конференции. Значит, вот такое неударящее уравнение, описывающее воздействие высокочастотного поля на электрон. Вот эту тему описывает электрическую мизоохранность электронов, зависимость высокочастотной частоты от энергии. И на основе этого можно посчитать коэффициенты полезного действия. И вот Григорий Муисеевич, значит, он со своими девочками разработал соответствующие программы в те времена. Вот, кто там? Рогачева, Рогачева, Федосеева. Да, вот. И, значит, вы посчитали, ну и вот этот ваш результат в 60-м году прямо был доложен на конференции. Статьи не было, потому что Валерий Константинович считал численный счет девушкой третьего сорта. Численный счет – это девушка третьего сорта, поэтому, ну, прости, Гриша. Значит, это все, мы ссылаемся на ваш доклад в Харькове, но статьи соответствующей нету. Вот, девушка третьего сорта. Значит, это вот разный этап модели к этому беру. А дальше эксперименты. Значит, и еще раз. Теория, на самом деле, длинная. И одна часть теории была разработана на Западе, следом практически за Шнайдером. Другая часть теории была разработана фактически здесь, у нас, в Горьково. Независимо друг от друга. И зачем мы друг от друга эти люди не знали? Независимо. Независимо. А вот эксперимент. Эксперимент тоже был независимым. И вот, значит, я обсуждал вот это дело с таким Артуром Карпом, который живет вокруг стен, когда жил, по крайней мере, не знаю. Вот. Я ему рассказывал про это дело. Он говорит. И когда мы знали про статью Шнайдера, мы ее применили к предыдущим экспериментам. В частности, был такой симплтрон. Простой трон. Простой трон. Симплтрон. Простой трон. Простой трон. В таком смысле, что винтовой электронный песок летал в гладкую трубу, и на выходе получилась небольшая сквлатронная излучина. Ну, опять-таки, это все опубликовано было в трудах такой конференции, без деталей. А статьи такой он мне так и не дал Артур Карп. Задним числом, как Александр Александрович сказал, задним числом, вот эта вот теория была применена к трахотрону, который Игорь Иванович Антаков, Шерханин Павлович и Васильевым. Они этим делом занимались. Вот. Тоже, значит, вот сначала не понимали, каким же образом работает этот самый трахотрон, не понимали, а потом поняли, что релятивистский эффект, только релятивистский эффект, только релятивистский, зависимость от патронной частоты энергии, отчет энергии электронов, только этот эффект можно объяснить работу вот этого трахотрона, и какие другие механизмы не подходят. Вот. Пандел, Вючер Пандел, он начинал сначала без Шнайдера, потом начал ссылаться на Шнайдера. Он начал свои эксперименты где-то там, в 1959 году у него статья, следующая статья в 1960 году, он уже ссылается на Шнайдера. То есть, нажали, про нас они ничего не знают. Вот. Им все здесь не у Шнайдера. Им все здесь не у Шнайдера. Значит, у Пандела, значит, сосудки на Шнайдера, вот этот вот, еще у Шнайдера у Пандела. Мы им Пандела называли, потому что он без знакомых, а пользуется он Пандела. Вот. Значит, Джей Кешнов, наш друг, тоже, вслед за Шнайдером, начиная с 1950 года, тоже начал взносить. То есть, была у него группа, значит, там, у него Омега книга монтирована в Гельский университет. Вот. И то есть, тоже начал заниматься стимулированным излучением летовых электронных пучков. Ян Бот. Ян Бот. Это в Англии. Ян Бот в Англии. Вот. Он тоже этим делом занялся. Ян Бот. И, кстати, на селе этого года он присылал мне свою статью. Ян Бот. Не статью, а по теме. По теме. И я ему помещал, что если будем писать следующий обзор, мы над его по теме сошвемся. Опять-таки, все они ссылаются на Юргена Шнайдера, немца. Ну, кстати, он немец, но в свою статью он написал, когда был в Америке. Делал там PHD, опубликовал это дело. А потом вернулся в Германию. Ну, и помимо, он три года назад. Ладно. И вот, и кульки еще такие. Кульки в Германии. Кульки в Германии. Все они занимаются вот этим. Мазерным, скалтронным резонансом. Все они сводятся на Юргена Шнайдера. Про нас они не знают ничего. И первая ссылка, первая ссылка на нашу статью, опубликованную в писемах в 65-м году, вот как раз у Горькина. Да они просто нас не замечали. А мы уже госпремия получили незаконно. Мы получили госпремия, а они ничего не знают, и сами занимаются этим всем. Мазерным, скалтронным резонансом. Все у них вроде бы хорошо, гладко. Нас не замечали. И вдруг, и вдруг. И вдруг. Узнают. Вдруг узнают, что их отстопали. В Советском Союзе мощность Мазерным, скалтронным резонансом. Повышает мощность Мазерным, скалтронным резонансом. Там в Америке и Европе. 100 тысяч раз. У нас тогда, значит, у Горькина там 6,7 Ватт. Он публикует 6,7 Ватт. А, значит, я делаю доклад в 72-м году в Москве на международной конференции. У нас 400 Ватт. 6 Ватт и 400 Ватт. Вот. Эта лампа, которая выдавала 400 КВт, называлась у нас Ариасина. Ариасина. Почему Ариасина? Потому что, значит, был большой сигнал, большой магнитный поле. Страшное дело. Страшно вспомнить. Громадная система с большим количеством потреблений. Вот. Ну, все-таки надо получить. Было. 400 КВт Ариасина. Значит, у нас Ариасина дает 400 КВт. У них 6,7 Ватт. Ну, ну, естественно, значит, это была сенсация, и более-менее понятно, что, наверное, кроме лентивистского эффекта, кроме лентивистского эффекта, в гиротроне есть еще какие-то тонкости. В гиротроне, наверное, считают тонкости. И они начали, значит, с ней зонами компать. Значит, что же в Советском Союзе? Какие еще тонкости, кроме того эффекта, который был известен от Шнайбера, и потом, значит, был воспроизведен через год Владимира Васильевича. В его статье, ну, Владимир Васильевич комплектал в «Граде физики», а, значит, он комплектал в «Граде физики». Действительно, были тонкости. Были тонкости. И даже не одна, а целых три. И, на самом деле, в самом конце, это четвертая. Значит, есть некоторые тонкости, которые выделяют гиротроны из масок с гиротрономом резонанса. То есть, в базовых масок с гиротрономом резонанс много. Даже ремотивисты в базовых масок с гиротрономом резонанс много. Так вот, значит, эти вот тонкости. Вот, да, ну и что-то такое. Вот, Александр Замович неправильно сказал про РАД. Аркадий Глорьевич. Аркадий Глорьевич был в «Госкобозе» заводу «Фронзе». А не на заводе «Венец». Правильно, Аркаш? Значит, «Госкобозе» завода «Фронзе». И Андрей Викторович говорит, приглашайте ваших бывших однокурсников на «Гнифи». Валерий Константинович Юпатов пригласил Валерия Климова и Рудольфа Ленинкова. Они приехали и работали в Сибирь Ивановиче Мальдакове несколько лет. А я приглашал Аркадий Глорьевича, чтобы он пришел в «Госкобозе» в «Госкобозе» к нам. Он собирается уходить. И Андрей Викторович меня зовет. Ничего не получается. Ничего не получается с вашим другом. Был звонок Марии Тихоновне. Мария Тихоновна. Гальденберг имеет полное право уйти за «Госкобозе» в «Фронзе», потому что он поработал в области пространения Григория. Имеет право. Но Мария Тихоновна, если вы примете Гальденберга в ваш институт, вы будете нарушительницей конвенции о несманивании молодых специалистов. Вы будете внушить конвенции. Я спрашиваю, ну что же делать? Он говорит, через год я приму вашего Детенберга к себе в аспирантуру, если у него будет одна теоретическая работа на нашу электронную тему. Мы с Аркадием написали две статьи про стимулированное излучение электронных пучков в периодических магнитных полях. Тогда это называлось «Убитронов», следом сказал Добро Филлипс, а сейчас называется «Лазерно-сработных электронов». Сейчас он получает, с Аркадием Горичем. Ревизионный выпускник получает. Но когда он пришел в аспирантуру, Андрей Лидович вдруг неожиданно говорит о занятий к винтовым электронным пучкам. Винтовым. Но мы как-то не рассчитывали на винтово-электронный пучок. Нам дали соленоид. Старый. Не очень старый. Мы этот соленоид уже пытались спускать. И про это дело Александр Александрович говорил. Значит, это был усилитель условный. С электронным усилением. Вот он правильно говорит. Что? Что это было такое? Значит, если нет электронного пучка, то сигнал с отхода на выход ослаблялся в два раза. Включали электронный пучок, сигнал ослаблялся всего в полтора раза. Вот такое усиление. Но ясное дело, что большого вдохновения такой прибор не производил. Андрей Лидович рассказал об этом о Поповщине. В парковской конференции в 2009 году. Никакой статейки по этому поводу так не осталось. Вот. И вот соленоид нам дали и сказали. А вы винтово-электронный пучок сделаете так. Пусть у вас будет сначала прямой пучок. Пусть он влетает у вас в резонант. И в этом резонант ему раскрутить в высокочетотном поле. Этот прямой электронный пучок. Раскрутить его. А потом упускайте уже в вашу структуру. Вот. Я взял дипломника. И он начал теорией заниматься. Вот это мы делаем. А Аркадий Лович закочевляжился. Говорит, ну что это такое? Значит, раскручивать высокочетотным полем. А потом получать другое высокочетотное поле. Я его говорю. Я же про метрические усилители. Кроме все равно. Значит. На этом дело махнул. И пришлось мне вспомнить про нашу совместную статью. Значит. Владимиру Васильевичу Жизнякову. Александр Александровичу Жизнякову. Моя. Статья про распространение электромобильных волн в однородной плазме. В основном. Кематический неустойчив. Кематический неустойчив. Кематический неустойчив. Однородным активным плазмом с произвольной функцией сожжения электромобильных в скоростях. Вот в этой статье. В нашей совместной статье. Мы решали разные способы. Александр Александрович решил квантовому способу метровыми коэффициентами. Решил метровыми теоретическими уравнения. После второй или третьей попытки мы наконец получили общий ответ. Совпали. Вот. Но в этой мухобойной, мухобойной у нас в этой статье. Вот такая картинка. Такая картинка. Значит здесь. Вот все направлено. Магнитное поле. Это продольный клейбурс электрома. Поперечный клейбурс электрома. А здесь линии циклотронового резонанса. Кремень второго порядка. Это может быть дебербола. Элипс. Правда. Пожалуйста. Вот. В зависимости от конкретных услуги. А в качестве частного случая. Окружность. Именно про эту окружность Александр Александрович сказал. Окружность реализуется тогда, когда волна длежит поперек магнитного поля. Тогда условие склотронового резонанса. Вот оно. Оно выстригает только те электроны, у которых общая энергия. Энергия. Общая энергия. Вот такая вот картинка. Из нашей совместной статьи. Ну, на самом деле, это условие можно и простыми способами помещать. Но исторически. Вот была заправка именно из нашей статьи. А мораль такая. Из этой картинки. Как нужно коллиться. Значит. И Александр Александрович об этом сказал. Значит. Надо взять поток электронов. Поток электронов. Которые. Вот так вот. Летят. Большой, широкий поток электронов. Какое угодно. Вот. Важно. Первое. Чтобы он был моноэнергетический. Чтобы у всех у них моноэнергетических. Чтобы у всех у них были одинаковые энергии. Пусть они бегут с разными щеглами. С разными скоростями. Бог с ними. Важно, чтобы у них независимые направления были одинаковые энергии. Одинаковые энергии. А второе условие. Чтобы собственные волны этой электроновической структуры. Были. Образованы комбинацией волны. Которые бегают поперек магнитного поля. Два условия. Значит. Надо убить доктора. Доктор убивает перечень распространения. А как сделать моноэнергетичность? Очень просто. Значит. Надо. Взять пушку. Секий потенциальный. Который. Он всегда умеет. Этот потенциальный. Который. Железный. Собственный. Который. Пусть эти электроны влетают. Вот в этот. Вот. Двухзеркальный резонанс. Двухзеркальный резонанс. Вот. И все будет в порядке. Это вот. Как раз. Реализация. Вот этой вот. Идеи. Реализация. Этой. Идеи. Об убийстве доктора. И. О том. Чтобы всех электронов. Все электроны находились. В резонансе. Значит. Идеи. Реализуется. Ну. Значит. В следующем месте. Надо было построить теорию. Значит. Я. Ну. Ясное дело. По этому поводу. И. Я прихожу. Ну. К кому? К Владимиру Ильичу. Прихожу к Владимиру Ильичу. Владимир. Ну. Очень. Как. Рассчитать. Значит. Он мне рассказывает. Историю. Про. Про эту. Вмену. Александр Александрович. Про. Про. Сучкина. Ну. Можно про Сучкина. Про Сучкина. Ну. Так. Для значения. Сучкин был. Очень. Яркая. Такая личность. Но. Он был мальчиком для битья. И. Вот. Молодых. Людей. Включая. Нас. Пошеларин. И. Говорит. Идите. Разоблачите. Сучкина. Идите. Разоблачите. Сучкина. Вы хотите. Разоблачать. И. Вдруг. И. Вдруг. И. Вдруг. 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 Эйнштейн сразу понимает, в чем дело, строит теорию, публикует статью с благодарностью Шишкину. Прямо целый парабор, целый обжал заниматься с благодарностью Шишкину. Это отдельный разговор. Мы собирались рассказать про идею, рожденную в Горьком. В Нюфе Шишкину подсмотрел такой эффект. Владимир Ильич учит меня всему этому делу, дает мне статью свеженькую 1963 года. Потом запускаю в резонатор поток плазмы. Вот такой поток плазмы запускаю. Строю теорию, стартовый ток, структурное поле. Все хорошо. Но времена были такие, надо было работать. И Лев Ольбертович по поводу этой статьи мне говорит, Миша, когда вы публикуете эту статью? Проходим 10-15 лет? Я говорю, Лев Ольбертович, ну, времени не хватает. Он говорит, у вас получилась хорошая и красивая статья, вы можете отстоять свой приоритет. Я говорю, ну, может быть, напишу. Ну, не знаю, напишу ли я, в конце концов, где она у меня на полке валяется. Вот. Но, значит, рассчитали. Значит, рассчитали условия самого возбуждения открытого резонатора при возбуждении его потоком этих самых электронов. Вот. Но, дальше. Что это хорошо? Нам-то с Арканом Львовичем дали соляной. Нам с тобой дали соляной. Соляной оси симметричный. Соляной оси симметричный. Значит, и пушка должна быть тоже оси симметричной. Возникает такая идея. Все оси симметричное. Продольные компоненты электрического поля тягают они в сторону соленоида, электроны сюда летят. Их орбитальная энергия увеличивается пропорционально в магнитном поле в соответствии с диабетическими вариантами, в соответствии с диабетическими вариантами, и одновременно происходит компрессия электронного почка. Вот здесь вы имеете резонатор больших размеров, а катод еще больше. С большого катода вы можете получить большой ток. Это одна из тонкостей, которая позволила нам на пять порядков обштопить наших зарубежных друзей-помощников. Мы тогда называли пушкой лимонтической, по-моему, что цингрен, я думаю, более прикладное название. Магнитронно-инжекторная пушка. Вот такая вот штука. Моя основная работа была в университете, был ассистентом. Упражнения, лекции и все такое. А за столом, рядом, вне фирмы, идет БАТО, Валерий Константинович, университет Мостонберг, дает мне книжку Кайно и говорит, видишь, конфигурацию, твоя конфигурация? Да, у Кайно вот такая конфигурация. У Кайно. Он мне говорит, а у Кайно получается прямолинейный электронный пучок, а ты надеешь, что твой плечок будет вот таким кудрявым, ничего у тебя не получится. Прямой пучок у Кайно в книжке. Трубчечный электронный пучок, и все электроны летят по прямолинейной траектории. От диацилатронного резонанса нужных, чтобы электроны крутились. Вот. Я говорю, да было, я считал, все нормально. Значит, статья Морозова-Шалобьева. Вопрос, что они плажут, руководства Николана Александровича Геннадьевича. Вот. Он мне говорит, ну разбирайся. Разбирайся. И вот тут Валерий Константинович говорит, раз вы между собой договориться не можете, не можете договориться. Я вам сделаю модель. Вот представляете себе сейчас два теоретика рассобачивались между собой, приходит к вам начальник мастерских и говорит, раз вы не можете договориться, я сделаю модель. Вот какие были времена. Валерий Александрович говорит, раз он не может это говорить, сам сделал модель. И действительно за пару месяцев сделала модель. Борис Михайлович Елен, конечно, это стеклянная модель, чтобы было все видно. И, значит, проектировался Аркадий Борисович это дело, Дмитрий Титович Григорьев, конечно, начальник конструкторов. И через пару месяцев начали это дело включать. Начали вот такую штуку включать, подали напряжение. Сначала магнитное поле, подали напряжение. А катодик был маленький, маленький телевизионный. Из старого телевизионного кинескопа. Маленький катодик. А дальше стали натрускать воздух туда, чтобы испортить вакуум. А для чего нужно портить вакуум? Для того, чтобы видеть траекторию электрона. Он светится. Ну, кстати, Юлпатов еще дней за 10 до этого сказал, мне говорит, главное, будет, будет, когда будет твоя пушка. И действительно она заработала. И в этом плохом вакууме, в этом плохом вакууме, подачи Валима Александровича, мы увидели прямо как светится. Как светится вот эта вот траектория. Все как, значит, по расчету. Все по расчету. Улилили глазами. Ну, правда, там минут через 10 все-то делалось кисло, потому что от плохого вакуума катод отравился. Ну, мы дурачки. Надо было, конечно, поставить новый катод, написать статью, сфотографировать. Так, не дошло до этого дела. Надо было работать. Надо было работать. Вот. И, значит, ну, все получилось. Все получилось. Значит, модель сработал по расчету. Спасибо, Валерий Александрович. Это не последний, не очень много. Вот. Дальше нужно было посчитать. Дальше нужно было посчитать резонанта. Резонанта. Кстати, вот. Тот самый резонанта. Аркадий, года два что ли назад ты мне принес? Вот этот резонанта, который мы с ним рассчитали, испытали. Вот этот резонанта. Вот. А как его считать? Значит, ну, первый заход, конечно, с самого Альберта Чевайнштейна. Ну, а потом, опять-таки, с подачи Владимира Ильича. Он нас напустил на Бориса Захаровича Кацинь-Люнбаума. Борис Захарович, вот, Кацинь-Люнбаума. Значит, к нему замечательная книжка. Вот. Так что мы, это не последний раз, когда нас, значит, вот инструктировали. И, вот, это вот теория. Здесь, наверное, заблуждена теория. Причем, книжка, это более ранее, чем статья у Льва Альберта Ча, у Бориса Захаровича. Значит, книжка еще более ранее. И шесть лет назад Борису Захаровичу, исполненный заменал штурмета, меня попросили выступить на семинаре, со всеми нами на его вкладе высокочетвертой электроники. Значит, семинар проходил в Мальвоне, на улице Бангаре. Вот. Значит, Борис Захарович был в кайфе. А я был у себя здесь буквально самим столом. И я, значит, мы с Борисом Захаровичем до моего доклада говорили, Владимир Докладовым докладов, создавал такую дискуссию, вот, вы слушали, беседовали. И я ему говорю, Борис Захарович, вот мы вас пользуемся вашим замечательным уравнением, неоднородным струмом, которые описаны в таком резонаторе. Вот. И смотрите, Борис Захарович, в какой хорошей компании мы оказались. Вот я вам говорю на доклад рассказываю. В какой хорошей компании вы оказались. Значит, здесь у нас Великий Греческий Веченый Пифагор. Значит, Теремен Пифагор связан квадрат полного углового числа с квадратом продольного Греческого угловых чисел. Теремен Пифагора. Значит, дальше условия Ленцелекрана и Шибрюлема. Ленцелекрана и Шибрюлема. ВКБ. Апроксомищен. Вот. И, наконец, если что-то не получилось, но условия смущения Жамельфельга. Жамельфельга. Значит, если вот всех этих великих ученых скомбинировать, то можно рассчитать вот такой резонатор. Вот такой резонатор. Значит, вот этот вот резонатор. Вот он, значит, если там не видно издалека, значит, вот он здесь еще на фотографии. В нем что? Вот в этом резонаторе. Ну, здесь, на самом деле, не только резонатор. К самому-то резонатор, это не относительно русской части. А эта вот расширенная часть, это волновод и фактически дефракционный вывод излучения. Значит, вот это вот сечение, это стандартный 23 на 10. 23 на 10 трехсантиметровый волновод. 23 на 10. А здесь немножко заужено. Значит, здесь собственный модуль ТЕ-101. Самые низшие, самые низшие обводы вот этого резонатора. Самые низшие. У нас был маленький, значит, соляной с маленьким полем, с маленьким дырой. Но самое главное во всей нашей науке, которая тренируется с подачей Владимира Васильевича и Александра Александровича, самое главное, чтобы фазовая скорость была много больше, чем скорость метра. Надо было убить доктора. Вот. Значит, вот такая вот штука, такая вот штука была, значит, сделана. Мы ее и штуки отдали в течение двух дней, с Аркадем Ивановичем. Ну, я там немножко попутал, Аркадем Ивановичем не исправил. Значит, все получилось в конце концов по науке. Это отдельный разговор. Вот. А вот это вот, вот та же самая система. Вот он, кстати, этот резонатор. Вот это вот сам резонатор. ТЕ-101. Мода прямоугольного волновода. И вот этот резонтор наш первый в мире гиратрон. Первый в мире гиратрон. Ну, честно говоря, конечно, он тогда назывался не гиратрон, а вот пошли. Кто-то из вас, кто-то из механиков нажал его молотком. Значит, слово гиратрон не существовало. А молоток. Это вот, почему молоток? Это вот от кочаной штенги. От кочаной штенги. И вот эта вот ударная часть молотка, значит, здесь вот этот резонант. Здесь такой перекошенный волновод. Зачем его перекосили? Чтобы электроны не попали на окошко. А окошко представляет собой следы, зажатые между фланцами. Вот. Все нормально. Вот у вас это. Не ты делал. Ну, может быть, кто-то из вас. Да. Ну, да-да-да-да. Вот. Значит, вот такой вот был сделан молоток. 400 киловатт. А? 400 киловатт, а не было. Что? А, 50 киловатт, а не было или нет? Нет. Шесть ватт тут было всего. Шесть ватт. Снедонушка. Шесть ватт. Ну, постыдно я слышал. Носилось. Ну, страшное дело. Вот. Шесть ватт. Причем, шесть ватт. Я так же знаю. Это 3 сантиметра. Вообще, это хорошее дело. Ну, дальше-дальше. Мне дают эту штуку, приводят. Я говорю, а я какую-нибудь панораму, какую-нибудь клестронную, скорее могу включать. А здесь же там 10-15 киловатт. Я не имею. Аркадий Вович в это время на Камчатке. С геологами, с приятелями. Ну, и, конечно, Шай-Шай-Лапан. Вот. Значит. Да. Да я не умею. Не умею включать. А я бы тоже был на Камчатке. Мне нужны, кстати, читательные масты. Упражнения. Вот. А мне дают. И мне говорят, ну раз ты не можешь включать, у нас есть опытная женщина, Инесса Орлова. Вот она. Значит. И она до этого работала у Игоря Ивановича Антапола. И она все сделала. Все сделала. Значит. Включает магнитное поле. Подает напряжение. Калит катод. Оттаскивает меня. И, значит, она вот здесь это дело включает. И бегает. Вот они. Значит. 6 Ватт непрерывных. Непрерывных 6 Ватт. Непрерывных 6 Ватт на 3 сантиметрах. 6 Ватт. А рядом. Миша, сейчас нас, Владимир Васильевич, напоминаешь как насчет дивидендов. Дивиденд вам положим. Кстати, я в конце. Я в конце. Кстати, вот вам обоим в конце будет вручено вот в такой кружке, вот на которой вы. Ну, а дальше договоримся. Детворк. К каждому из вас вот какие дивиденды, наверное, запланированы. Да. Вот так. Да. Ну, если маловато там с торговницей. С торговницей насчет дивидендов. Ладно. Значит, вот. Ну, хорошо. Но я говорю про сомнения. Рядом, в трех метрах, стоит трахотрон Игоря Иванович Атакова, у которого 300 или 400 Ватт был в этом времени. Здесь у нас 6, а у них, у него было 300. А кроме того, это 3 сантиметра, а у того 8 сантиметров. А разные электронные источники связываются, сравниваются между собой параметры. Пиф скверт. Мощность множится на квадрат частоты. Пиф скверт. Мощность множится на квадрат частоты. Значит, мы в трое проигрываем по частоте и на пару порядков по мощности. Значит, проигрыш Копьевского. Три порядка. В тысячу раз проигрываем Игорь Иванович Атакова. Ну, с тудовшкой. С тудовшкой. Это вот называется первый в мире гератрон. Ну, позорочек. Вот. Но, тем не менее, тем не менее, значит, мы решили, что давайте расскажем про это дело в Москве на конференции. Вот. Значит, 1964 год. Конец года. Секретная конференция. Взял вдвое больше вот этого. Но, конечно, такой заморожек, конечно, для клинарного заседания. В маленькой комнатушке я рассказываю про эту историю. Я говорю, ну, тогда не было такой чем-то. Мы с рулоном Ватлума ездили. Значит, я разместил рулон Ватлума. И, значит, там рассказываю. И вдруг на это сообщение вдруг приходит Лефольд Бертович Ваннштейн. Вот. Приходит Лефольд Бертович Ваннштейн. Ну, я, конечно, спушил хвост и говорю, Лефольд Бертович, мы посчитали вот такое вот устройство. Нашли ваши замечательные теории. Все хорошо сработало. Значит, целая система сам разбудилась в соответствии с нашими ожиданиями. И Лефольд Бертович расставил. И неожиданно. Вообще говоря, в те времена все матрицы должны были быть кражанами. Значит, настоящий профессионал, руководитель секции должен быть кражаном. Надо было увеличить частоту советской науки. А тут Лефольд Бертович вдруг сказал, вы знаете, мне эта идея вообще не нравится. Я даже вам буду пустить, что из этого дальнейшего что-то получится. Ну, только надо порекомендовать авторам, чтобы они увеличили сечение своих систем и переходили на более высокие напряжения. Ну, значит, конечно, все были потрясены таким комплиментом. А что люди были потрясены? Более сам спляг. И в поезде из Москвы в Горький он у меня вцепился и говорил, Вы, Саркадия, через две недели приносите мне эскиз следующей лампы. Эскиз следующей лампы. Ну, и после этого, значит, закрутилось. И действительно, значит, после этого начали увеличивать перечный размер. Я опускаю там поэтапное. Идет это поперечное сечение. Вот как раз, кстати, значит, вот оно. Вот оно. А здесь электронные почки. Ну, это, кстати, не самая большая сечение. Ну, видно, что довольно сложная и поперечная структура. Какая здесь модная? А, 15-4. Ну, это какая-то тоже там. Сейчас эти индексы вдвое больше. Ну, вот 1977 год. Я большой скачок сделал в промежутке. Было несколько этих генотронов. Ну, кстати... Ну, нет... Михаил Ильич, ну, ведь время идет, а ты не успеешь рассказать про демонику, про... Я уже сказал. А, о, правильно. Это вот четвертый наш демон. Хорошо, сейчас, ладно. Все, ладно. Что, спасибо. Значит, давайте выскользуемся. Значит, вот такая штука сработала. Вот геродром. Это вот его, было очень-оченье прогрессное сечение. И вот здесь шла невиненная теория. Это где мы договорились, где мы договорились с главной кишевой. Значит, что касается невиненной теории, значит, вот киевляне тянули дело на себя, и не без оснований. Потому что, значит, начиналось там с Юбакова где-то, потом был такой этап, меньше года, когда мы пользовались киевской теорией. Значит, вот это по городу Шероховский и Кашевая. Это киев. Кураев – это Минск. Потом к этому делу очень хорошо подсоединились. Марк Андреевич Васильев и Игорь Шамцинович. Да. Это теория. Вот. Это вот, значит, мощности. Это вот мощности. Значит, это, значит, он жил в 63-м году. В 64-м году, вот я сказал, значит, в 64-м году, это вот этот вот геродром. Вот этот геродром был запущен женской рукой. Когда жалый на синхронной. Вот. Значит, в 65-м году публиковали это дело в тишинах жертв. Название геродром был и в демокраде Горище. Как он публикается в 66-м году. А, значит, дело было так. Ну, у нас тогда уже были КПД. Там десятки процентов мощности были пыловаты в 66-м году. Быстро. Мэр Александрович быстро все делал. Вот. И подходит ко мне Виктор Тимофеевич Овчаров, наш большой друг, и говорит, как вы называете своих генераторов? Я говорю, Мазернус, Попробовый, Забал ЦМЦ. Откуда вы взяли? А мы в это время от хишины узнали из стати хишины. Он нас не знал. А мы за ним следили. Значит. У Шнайдера. Сайт Патронезнанас Мейзер. Сайт Патронезнанас Мейзер. Сайт Патронезнанас Мейзер. Это ясенник-то в отличие. Ну, как частные люди. Сначала не знали, как называть. Теперь мы открыли сноположник этого дела. Шнайдер. Шнайдер. Вот. Мазернус сказал, там он из Амати. Он мне говорит. Миша, ну, так и продолжайте называть. Но у вас есть какие-нибудь конструктивные особенности? Конструктивные особенности. Я говорю, ну, есть. Есть хоть какие-нибудь. Пушка, например. А на что Пушке? На эти же конференции ко мне подходят независимые два человека. И говорят, давайте я вам объясню, как работает ваша Пушка. Мне один. Я говорю, вроде я сам догадывался, как работает наша Пушка. Нет, давайте мы вам объясним. И объясняли. На подходе другой тоже мне объясняли, как работает Пушка. Вот. И, значит, этот Виктор Тимофеевич говорит, ну, придумайте какое-то специфическое название. У вас разновидность Мазернус-Скалатронный резонанс. Так и говорите. Мазернус-Скалатронный резонанс. У вас есть некая специфическая разновидность. У вас пушка, резонанс, дифракционное излучение. Есть у вас? Ну, то придумайте название. Мы собираемся за бутылку водки. Вечером у Андрея Викторовича Гапонова. И он тоже был на этой конференции. И разные предложения. Я предложил, по-моему, гератрон. Что было на основе рактивистского эффекта. Ну, а Аркадий Викторович предложил гератрон. Вот. И еще какой-то что-то предлагал. А утром выходим мы к автобусу, который можно везти на конференцию. И Андрей Викторович говорит, знаете, из всех вариантов мне больше понравился гератрон. Вот. Он выбрал гератрон. Там пошло гератрон. Потом там выяснилось, что гератроны раньше называлось какая-то карусель по Франции. Вот. Ну, тут мы не претендуем на приоритет. Гератроны были не до этого. Были карусели. Вот. Ладно. Ну, вот. Я уже сказал. Арясина. 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 В 1972 году на конференции, значит, 400 кВт была. А в 1974 году уже была опубликована. Получено было, на самом деле, в 1973 году 1 мегаватт. А опубликовано было в 1974 году. Значит, вот такая вот история. А дальше вот как раз на заказах Александра Александровича. Значит, гератроны работают на ее большую мощность. На ее большую мощность. Мы публикуем, значит, в 1972 году это известно мировое общественность. Вслед за нами. Они воспроизводят очень быстро. Очень быстро. Вот. А потом, значит, Валерий Александрович Клягин начинает брать меня на международную совещалку. И врагом рядом с Мулькином. Идет заседание. 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 Взял двое большие. Он весь забит. Заседание. И подходит Ричард Тентин. Ну, сейчас мы с ним друзья. Рик Тентин. Рик Тентин. Значит. И заявляем. Два президента. Президент Соединенных Штатов Америки Ричард Рейбель. И президент Советского Союза Михаил Горбачев собрали нас здесь для утверждения международного проекта. А эти русские скрывают от нас методы преобразования высших ног в Грауси и Пече. И он пришел. И заказывал. Скрывал. Боя Александрович говорит. Я не перевожу. Понимаешь. Перевожу то, что Рик Тентин говорит. Перевожу. Он мне говорит. Пусть он затмялся. Но к нам подходит руководитель нашей делегации из Курчатского института. Из института ННН. И говорит. Вы знаете. Американцы прав. Американцы прав. Действительно. Нехорошил цикл. Когда Валерий Александрович говорит. Ну ладно. Скажите. Что завтра на секционном заседании Петелин расскажет. Про методы преобразования высших ног в Грауси. Расскажет. На следующем. Ну. Тут тоже. Значит. Ну. На следующий день там уже семь человек. На секции. Я все рассказываю. Но. Тут конечно тоже. Я объяснял про женщин. Говорит. Тоже значит. Шершенефон. Тоже. Шершенефон. Значит. Вот. На секции. На секции я говорю. Ну. Значит. Высшие моды бежит по трубе. Дефракционер. Дефракционер. Учит нас. Что если вы занимаетесь квазелкикой. Вы должны построить сначала лучевой скелет. А потом. Одеть его диффузионным мясом. Вот. Постройте лучевой скелет. Оденьте его диффузионным мясом. Вот. Вот. На основе этого. Вот. Можно сделать. Такой. Преобразователь. Высший. Вот. Высокий. Там. Это экзементальный индекс там. То есть. Тридцетка. Ягодная десятка. Но. Всегда можно представить. Такую волну. Такую моду. Видео набора мужчин. Да. И. Значит. А дело. Да. Вот так. А вот насчет шер-шер-шер-фан. Да. Тут кстати. Насчет шер-шер-шер-фан. Даже не одна женщина целых две. В этом деле. Запутано. Целых две женщины. А дело было так. Значит. В 67-м году. Мы нелегально получили гос-премьер. Советского Союза. А на следующий год. Борис Захарович Кацин Юнбал. В Базирак. Приглашает меня. В Москву. Семинар. Буре. И. Я ему говорю. Мы. С помощью. Бориса Захаровича. С помощью вашей замечательной теории. На которую нас навел. Владимир Ильич Толуанов. Значит. Настой. Ваши. Сочетаем наши резонаты. Вот. Мы не собираемся. По всем более высокой моде. А. Борис Захарович у меня. Спрашиваем. Ну. Хорошо. Но эти высокие моды. Я вам не знаю. Я вам не знаю. Мы. Пытаемся делать преобразователи. Вот. Николай Федорович Ковальев. Значит. Он у меня дипломочек. И. Сделал. Вентовой преобразователь. Я говорю. Ну. Вот эти преобразователи. Эти преобразователи. Они становятся слишком длинными. По мере того. Как они переходят к более высоким модам. А. Ну ладно. А в этом зале. Оказалось. Наталья Артельевна. Моя. Моя. Бывшая. Однокурсница. Моя. Бывшая. Однокурсница. Моя. Бывшая. Однокурсница. Однокурсница. В которой. Фактически. Тоже работал. Бывший. 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 Это между конечами уловода. Разными фасонами. И управляю. Направленностью излучения. Вот. Вот свои подачи. Значит. С твоей подачи. Значит. Режем на нокравные способности. Нет, вы выводили его в библиотеку. А тогда же Холик говорил, что Миша не мог угрожать. Я об этом, парни, с вами вообще говорил. Я еду назад в поезды соображать. Но рассеты, которые я упомянула, начну равную массу Ваганов решать. А я, как мы научили дифракционеры, эти самые лучи. Я приезжаю в Готли, иду к Несе Михайловне. И рисую я систему лучей для моды H0. Говорю, Несе, давайте придумаем еще один рефлектор. Такое, чтобы после упражнения этого рефлектора все лучи пошли параллельно друг к другу. Потому что упомянулись. Они идут все в расстопы, но в расстопы. Я говорю, давай еще один рефлектор поставь, чтобы после отражения от этого дополнительного зеркала все лучи пошли параллельно друг к другу. Ухожу на обед, прихожу с обедом. Она говорит, почему же ты сам не догадался? Мне она говорит, почему же ты сам не догадался? Я ей, значит, гасяцин и пуща, должен быть параллельно цилиндр. Рисует меня. Я говорю, молодец, давай делай эксперимент. Вот, сделаю эксперимент, все совпало, все нормально. Ну, потом, значит, этим делом занималось много дороги. И вот, в настоящее время, мода высокая, изобретание их тридцатка, радиальная десятка. Опять-таки, вот эта вот, собственная волна, этого сверхназмерного волна представляет себе лучи. Дальше делается вполне определенный срез этого волна. Вполне определенный срез, значит, не просто так, а вполне определенный срез. Ну, легко соображать. А после этого среза станет еще одно кривое зеркало. Причем оно может быть кривым там, обеим координатам, как надо. И после этого получается уже то, что надо. Ну, допустим, вот эту вот, можно взять вот такую моду с таким поперечным сечением. Вот видите, довольно хитрые моды. Это не самые хитрые. Сейчас моды гораздо хитрее. Но вот эту зеркало можно получить вот такой благообразный пучок, вот с таким, ну, квази-даурсом, может, на этом поле поперечные координаты. Ну, и здесь КПД сейчас заработает, взяли коэффициент. Привязаны за 90%, даже некоторые там теоретики говорят, что насчитывают там больше 29%. Вот, значит, вот это... Что, я ответил на мой вопрос, да? Значит, вот это. Значит, эти триобразователи, они встроены уже в гератрон. Значит, здесь вот резонанты, здесь вот одно и волновое. Здесь вот какие-то там клевые зеркала, а здесь зеркало, в окошко. Окошко. Ну, окошко, ясное дело, из алмаза. Окошко из алмаза, никакое другое окно не пойдет. Только алмаз. Потому что у алмаза тангенс дельта 10-5, а проводимость и двупроводность 4 раза больше, чем один. Только алмаз и больше ничего. Алмазное окно. Алмазное окно. Вот 10 сантиметров взяли. И вот, значит, здесь выводится излучение. Выводится излучение. Ну, излучение, ну, скажем, мегаватт. Мегаватт только тысяча лошадей. Значит, тысяча лошадей пролезает вот через это алмазное окошко. Тысяча лошадей в течение часа. Пролезает через это алмазное окошко. И это вот такой гератрон. Значит, вот это он испытывает в частности в Москве. В институте атомной энергии. Кручатский институте. Вот. Здесь у нас тоже навысят. Но мы сейчас испытываем таким же гератрон. Эти гератроны, они предназначаются для международного комакореактора ИТО. Который делается во Франции в Кадараше. Частота там должна быть 170 гигагерц. Вот мощность должна быть мегаватт. Ну, только тысяча секунд, только час. Вот. И вот он делается. Делается у нас здесь, в Якоме, на Мызе. Вот. В Японии делают их уже. Такие. Да. Вот. Выдали. В общей сложности нужно иметь 24 гератроны. 8. Ютрии 24. 8 из России. 8 из Японии. 8 из Европы. Вот. Значит. Это, ну, для свежих людей. Это вот, ну, Столоратор. В Москве. Значит. В Яфане. В Рафане. Ну, это, конечно, маленькая бедушка, в связи с тем, что проектируется в Кадараше. Ну, просто так. Если все это умножить, может быть, на все размеры, на десятку. Не знаю. Друг. Может быть, получится то, что это. Вот. Ну, а в целом, предложения какие? Значит. Как я уже сказал. Докомотивы и Столораторы, они делаются в рамках проблемы управляемого термоядерного синтеза. Вот. УТС. 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 ШТК. Другим. Вarat financier. ШТК. УТС. 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 Ну, вот. И вот, на этом фактически я и кончил. Доброй, прошли. Так. Долго у нас получилось. И мы хотим… Значит, здесь вот мы вспомнили ветеранов, которые вложились в георокронику и готовы еще более-менее там, да. Значит, вычеркнули меня. Мы с тобой, Владимир Васильевич, в статейку написали о генетическом источнике народной магнитуративной плазмы. Очень важная была, не отрекаясь, ну ничего, донесешь вот эту кружечку. Ну, это вот для тех, ну, как ты, как народчица, как народчица тоже должна получить. Я могу спросить? Сейчас. Граждане, как вы с 6-2 до 4-сот стартнули, где эти 3-0 каула, о которых вы не говорите? Нет, я даже сказал правду. Саш, сейчас. Что с катодом? Как закрутили электроны? Есть скачок, который нашел? Нет, нет, значит, катодомовцы были разные. У вас, да. Имитирующие. У вас там был плот, кучок, слабо-заркручен. Нет, нет, нет. Система, установка практически одинаковая, а у вас 400 кВт, а здесь только 2 кВт. Ну, у них, значит, вот, где МАП-штоп, значит, их конкретно, вот, скажите. Ну, они брали, у них всегда были прямые электронные кучки, прямые. Ну, конечно, все, прямые. И потом они как-то закручили, разными способами закручили. А мы, у нас закрутка происходила прямо на какой-то. Что-то делой, что ли? Не надо никого не привезти. Нет, давай так, Саша. Давайте так. Значит, берется плоскость. Берется плоскость. Вот так вот магнитное поле, и так электрическое поле. Электрон вылетает с катода, и сразу приплетают 2 движения. Одно поступательное, куда-куда течет, и другое обращает. То есть, ничего не нужно делать. Вот ты упадав с этим делом, он боролся, но не смог. Значит, ничего не нужно делать. Вы приложили электрическое поле между двумя электродами, и электрон сразу. В момент вылет из катода. Он только еще вылет из катода, но уже имеет 2 движения. В этот момент имеет 2 движения. Прямо в исходный момент. Одно движение. Это осцилляция. А у них, значит, было так. У них в доле сирсиденой, да? Резректировался электронный ключ. Прямой. Ну, пиршенская оптика с компрессией, может быть там это. Ну, известно. А потом дальше они опять прямой ключок расключены. И нам с Аркадием тоже рекомендовали начать вот такой же. Давайте возьмите прямой электронный ключок, а потом его расключим. А? А? Да! Нет. Клуб? Клуб прошлет. Да. В каком смысле прошлет? Он, значит, когда он начал разбираться, он с самого начала. Стало работать в режиме ограничения нижней полем пространственного заряда. Предельный ток. Мы не докладываем катода. Жаль. Мы катода не докладываем. Мы катода не докладываем. И поэтому у нас электрическое поле на поверхности катода не равно нулю. А в режиме полного пространственного заряда поле на поверхности катода равняется чему? Ну, ну. Вот. Раз электрическое поле на поверхности катода равняется нулю, значит, из этих же самых соображений видно, что никакой закрутки будет. У нас электрическое поле на поверхности катода не равняется нулю, и сразу происходит запутки. А дольше соединится все гематический материал вот этого пространственного движения. Значит, энергия пространственного движения растет в основном объектном поле. Ну, и присутствует еще и компрессив. Вот этого электрического молочного движения. Это случайно? Это случайно? На месте не докладывали. Как было? Уже прийти в больницу? Уме, в уме. Все случайно. Когда я ее предложил, я не упал, что сказал, не будет она работать. И после этого Валерий Александрович гадил, чтобы разрешить наш спор. Был теоретический сбор, а не то, чтобы попробовали сключить. Наоборот. Сначала было предложение, оно было протестовано. И чтобы разрешить наш сбор, сделали специальный эксперимент. Сначала была теория, основанная на теории Морозова-Соломева. Статья Морозова-Соломева, книжка «Подобавцы» «Жусть и многие одни». Так что началось. Сначала надо что-то соображать, а потом уже делать. Мы не то, что сделали, посмотрели, получили. Нет. Это одно из трех. Второе. Значит, да. Второе. Это убийство доктора. Убить доктора. Убить доктора. Убить доктора. Все принимать. Без этого. Без этого. Значит, ясное дело, что эти электроны включат в себя конечные качества. Есть разброс подборной скоростей. Одни электроны резонанса, объединенного резонанса. Получается, вместо генетическое, получается кинетическое состояние. Надо расправиться с эффектом доктора. Надо сделать бесконечную продольную вазовую скорость. А вся эта публика, они делают так же, как у нас в Леви. Спускают волну, волну, но бежит. Вазовую скорость, пусть скажем, двое, в двое больше, чем скорость. Это надо, чтобы в бесконечное количество раз. Вазовая скорость была больше, чем скорость. В бесконечное количество раз. Это второе. И третье. Это теоретически было. Теоретически было. На основе, на основе, совместные работы с Александром Завином. Теоретически было. Теоретически. Третий рецепт – это дифракционный вырубный женщин. Четвертый. Нет, четвертый – это неврожелание. Ну, я так продумировал. Можно как угодно, конечно, нумеровать. Как угодно. Но исторический, исторический, на самом деле, был антидопом. Второй рецепт – это не тронежатый рецепт. Второй – исторический. Третий – дифракционный вырубный женщин. Четвертый – исторический. Это при образовании высшего. «Вот какие четыре». Что – спасибо! «Какие четыре?» Нет, как? А что? Кофе? Нет, приклады. А, нет, приклады, приклады двух и все-таки. Все приклады двух и все-таки. А! А, ну, спасибо. Вот тут на самом деле... Да. Тут на самом деле... Спасибо. Вообще надо поблагодарить. Поблагодарить еще. Александр Григорьевич, пока, насчет эклодрома. Значит, дело было как. Мы делаем эти самые гератроны. Но нам запрещают их публиковать, конечно. Результаты. Слово гератрон появилось в 66-м году. В 67-м году мы подались на госпремя. Слово гератроны нет. Пишем обзор в 67-м году. Обзор. Слово гератрон там нет. Мощности, которые рослись в 67-м году в нашем обзоре. Отсутствует. Вот. Но, конечно, про эти гератроны... Здесь у нас известно. И Александр Григорьевич. Гидбак. Говорит Борису Борисовичу Левну. А давай-ка... Давай-ка... Используем гератрон. Гератрон для эксперимента пошел в тусиновский волн в плазне. Первое приложение было в тусиновской волн в плазне. Первое приложение. Борис Григорьевич Левну был в совершенно несчастном состоянии. Он 2-5 занимался остеотроном. Это продолжение Андрея Викторовича Гапула, Михаил Дольфовича Абдулова. Ни сейчас, ни совершенно. Ничего не получилось. Понятно, что не получилось, ничего не могло. И Борис Герасимовича спас Александра Григорьевича. Бросайте свой стилеотрон, давай сам в курсировке займемся. И спрашивают нас, меня, Аркадий Григорьевич, не сделаем ли специальный гератрон для эксперимента по самовкусировке волн плазмы? Ну, у нас в горе какая-то была, ну, 3-1, что ли. И я, Николай Федоровича Ковалева. Нет, это не две-три качества. Нет, это не же нас не помню. Может быть, с ней. Понятно. Но расчет был твой. Тюрнят Николай Федорович и Тюрнят Николай Федорович преобразовали в моду 3-1, в моду H-1-1. Ну, фактически, на наших ключах. Запустили, запустили в плазму и увидели самовкусировку. Увидели самовкусировку. Опубликовали статью. Откуда взялась мощность? Не написано. Большая мощность. Откуда взялась не написано. Но на этот белый клюв Аликай, который занимался к Камакаме в Москве. Он приезжает, Аликай, и говорит, слушайте, у вас откуда-то зависит большая мощность. Ну, мы, конечно, Володю Аликайу все рассказали. Вот. Он говорит, очень хорошо. А я бы с помощью ваших геератронов, это слово геератрон запрещено опубликовать, значит, в открытой печати произносить, я с помощью ваших геератронов буду брать плазму 4.3. Меток кабачок. М3. Сейчас, наверное, нам-то есть. М3. И, значит, мы его сделали. Геератрон уже в большую мощность и на хвою частоту. Он нагрел. 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 Нагрел такомат. Нагрел такомат. Нагрел такомат. А дальше он публикует. Он публикует свои результаты. И тогда Андрей Викторович Гапонов идет в Министерство электронной промышленности и говорит, разрешите нам опубликовать наши источники. И мы в Министерстве электронной промышленности говорят, знаете, у вас слишком большая мощность. У вас слишком большая мощность, чтобы могли вам дать разрешение на публикацию. Слишком большая мощность. Но мы закроем глаза, если это разрешение даст Академия наук. Министерство электронной промышленности, которое финансировало наши работы, отказалось дать нам разрешение на публикацию. Но Министерство электронной промышленности закрыло глаза, когда Академия наук дала нам разрешение на публикацию. Вот такие академики. И после этого, но тогда у нас было 400 кВт, и я об этом доложил в Москве на международной конференции. Значит, выяснилось, что мы опять порядком, значит, в штопах других. Тут же начали, там, кстати, публикации и все. И еще через год мы получили мегаватт. Мегаватт уже в сверхводящем соленоиде. Так что год под историей был такой. То есть, что касается этих самых приложений, на самом деле, самое первое историческое приложение. Это была самовпульсировка, вон, разных. В Нирфиль. Тогда это еще не Филипп, фан еще не было. В Нирфиль. Это было где-то около 70-го годы. Фан, это 77-й год. А до этого был Нирфиль. В Нирфиль. Эксперимент Борисом Герасимовича Рёма с подачей Литвака с пульсировкой плазмы. Это, значит, индуцировало крючатки на то, чтобы греть плазму в токамаках. Ну и после этого, значит, Министерство электронной промышленности закрыло глаза на публикацию нашей большой христианской области. Вот такая была история. Михаил, а вот три группы, которые поставляете, должны поставить гератроны для ИТ. Гератроны совершенно одинаковые? Или они чем-то отличаются и тот, и тот? Отличим. А, хороший вопрос. Валерий. Значит, три группы, правильно ты говоришь. Значит, японцы и мы делаем одинаковые. Вот то, что я тебе рассказывал. Японцы. 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 Потому что они в моём институте в Шанхае. Японцы. Мой друг Тейшескому. Говорит. Я монетирую 700 киловатт в течение часа. А мы сейчас отправили в Москву результат. Первый лучший результат отправлен в Москву. Тысяча секунд. Час – это 3600 секунд. Час. А у Тейшескому – 3600 секунд в 2007 году. Значит, вот такая раскладка. Приблизительно одинаковый. Эзимутальный индекс около десятки. Азимутальный – около десятки. Ну, у кого там 31, 29. Радиальный индекс. Эзимутальный. А радиальный – это около десятки. Вот. А европейцы дико провалились. Миш, но вы проиграли Японцу? Проиграли. А европейцы проиграли нам. Ну, а я продолжаю. Третье место. Нет. Ну, шо. Ну, проиграли нам. А… И каким образом? А вы че? Теперь всегда вторые. Посмотрим. Нет. Посмотрим. Почему? Всему проиграли. А вы чему? В чем разница? В чем разница? В чем разница? А кто виноват? Валерий Александрович Клягин. Подбросил европейцу дохлую кошку. Нет. Ладно про европейцев. А почему про нас-то? А вы, значит, как Аркадий Леонидович в свое время предложил коксиальный гиротроп. Как вариант Арясина. Модокон 5-2. Он предложил… Мы думали, что это позволит нам получить мегаватт. Получили… В общем, коксиальщина нам… Коксиальщина нам, значит, не помогла. И мы с ним решили, что больше мы тогда коксиальщиной заниматься не будем. Вставлять в резонантов еще и коксиальную ставку. Сплошная морока. А Валерий Александрович, я крайне европейцам, говорит, мантерный тумб. А вот хорошо, значит, коксиальщину ставку ставят в том, что это дополнительная сервенция именно от F. И они действительно в коротком импульсе получили, в конечном счете, 2 мегаватта. В коротком. А все их попытки увеличить…